Эта дорога домой для пятерых погибших стала разделительной полосой. Микроавтобус вез белорусов в Гомель и рано утром на трассе Киев-Одесса врезался в стоявший на обочине грузовик. 12 человек получили травмы, накануне белорусские медики перевезли из Украины два их пострадавших. И уже потом версию о туре выходного дня на море перебивает другая. Почти все пассажиры якобы участвовали в серых схемах, связанных с растаможкой автомобилей. Потенциальный заработок меньше 100 рублей. Обсуждать неприятную тему пассажиры не хотят, как и отвечать на вопрос, была ли у них страховка. В компании, оформляющей подобные полисы, замечают, что белорусы в этой сфере по-прежнему экономят. А между тем, в прошлом году за страховыми выплатами именно после форс-мажоров за границей, в нашей стране обратились почти 24 тысячи человек. К сожалению, пока все еще большинство людей не углубляются в нюансы. Считают, что если есть страховой полис, ну какой-то он есть и хорошо. И этого достаточно. Стоимость страхового полиса в сравнении со стоимостью медицинских расходов, даже просто простого обращения к врачу, несопоставимые расходы. Не столько расходы, сколько, конечно, прибыль летом заставляет превышать скорость, с которой водители возвращаются на маршрут. Транспортная инспекция сейчас особенно пристально проверяет именно туристические автобусы. И результаты слишком уж много горящих туров. За эти выходные только в Минске было проверено порядка 30 автобусов. Где-то половина, каждый второй из этих автобусов у водителей были нарушения режима труда и отдыха. О том, что водитель якобы уснул за рулем, говорили и пассажиры автобуса, который на днях съехал в Кювет. И опять же в Украине. Сам водитель, пока мы ехали по плохой дороге, он ел конфеты. Соответственно, он ел конфеты одну за одну, это ненормально. То есть, ну понятно, что если человек жует, это он делает так, чтобы не заснуть. Однако директор белорусского представительства компании уверяет, что водитель перед рейсом отдыхал почти 60 часов. Автобусы, оборудованные тахографами, и Павел Куценко показывает досье того самого шофера. Мы продолжаем еще расследование проводить. У нас нет всей полной информации, но очень маловероятно, что водитель уснул. Свои качества водительские он проявил на высочайшем уровне. То есть, он удержал машину, осуществил плавный съезд в Кювет. Такая ситуация произошла, мы ничего не отрицаем, не прячемся. Как после объяснял водитель, он объезжал препятствия. Дорога была мокрой после дождя. Никто из пассажиров не пострадал, и этот форс-мажор стал своего рода стресс-тестом для бортпроводников компании. По словам Куценко, не зная, как вести себя в аналогичной ситуации, ни одна стюардесса не выйдет в рейс. В течение двух-трех часов людям предоставили подменный автобус. Если форс-мажор происходит ночью? Вы знаете, большинство форс-мажоров происходит ночью, и у нас круглосуточная служба. Но в Бобруйской турферме круглосуточной службы пока нет. Зато возмущенных туристов, пожалуй, на полный автобус. Елена на работе первый день после отпуска, но говорит, будто и не отдыхала вовсе. Сели в автобус, проехали мы 250 километров и заехали на бытовую остановку Вознесенск. Автобус не завелся. Ну и ждем час. Что-то там делают водители, что-то крутят, что-то вертят. Потом сказали, что автобус с Вознесенска должен подъехать, через два часа он будет. Потом с Николаева. Потом мы слышали сказки про Бермудский треугольник, что три автобуса сломались, они до нас не доходят. В итоге мы просидели 14 часов. Кондиционеры, вспоминает Елена, уже не работали и из-за духоты даже ночью находиться в автобусе было практически невозможно. Обстановка, по словам девушки, накалялась еще и потому, что никто не говорил пассажирам, сколько еще нужно ждать новую машину. Автобус сломался вчера еще в 10 вечера. Он вообще заводился? Завелся, да? Насколько? Никто! Пункт 15. Туалет не работает, нет воды. Ну, наверное, потому что мы с 10 вечера ходим, то пьем, то моемся. Турфирма как-то объяснилась перед вами? Нет. Никто не позвонил, никто не извинился, никто ничего не сказал. Куратор наша вообще всю дорогу ехала, кому-то рассказывала по телефону, какие мы неблагодарные, какие мы, какой у нас плохой менталитет. Как минимум одна из неблагодарных. Юлия после поездки намерена обратиться в суд. С ней в том автобусе было трое детей и уж точно не о проблемах турфирмы. Многодетная мама думала, когда ее Герману стало плохо. Ребенка рвало. Он очень плохо себя чувствовал. Было очень душно, жарко. Очень много людей в автобусе. Кондиционер, естественно, не работал. Я думаю, из-за этого вызвали скорую помощь. Сопровождающая вообще избегала каких-либо разговоров. Во сколько же звезд оценивают ночевку возле украинской заправки, спросим в турфирме. Здесь уже возле входа реклама того же самого направления. У директора туристической компании версия несколько с других берегов. Дескать, ждали пассажиры не 14 часов, а 11 с половиной. И это важный аргумент. А дежурный автобус из Беларуси ехал бы с учетом границы еще дольше. Делали, что могли. Ночью были попытки решить эту ситуацию. Вот это попытки. Мы подняли полу Украины. Посол бы же обзывали. К сожалению, ночью транспортники выезжать не хотели. Нам казалось, что никто ничего не делает, никто ничего не предпринимает. И отношение было к нам такое, просто наплевательское. Плевать через плечо. Отправляясь в отпуск после нынешнего сезона, пожалуй, станут все наши герои. Наверное, даже дадут себе слово. Уж следующим летом точно быть внимательнее и осторожнее. Только у кого-то этого следующего лета уже не будет, потому что отдых закончился. Ольга Осачи, Алексей Кряквин, Илона Хальвита, Дмитрий Буй и Артем Артеменко. Контуры.